Какой волжанин не любит отдохнуть на выходных за Волгой? Остров Зелененький, остров Проран – одни из самых любимых мест у самарцев. Вот только для природы это чревато. Недобросовестные туристы могут оставить после себя немало мусора. Проблему решают мусорные контейнеры, которые из года в год появляются на берегах. Первый обитатель острова, который встречает катер – корова. Животные здесь мирно пасутся на зеленых лужайках. Идиллию, однако, нарушают кучи мусора. Впрочем, за них возьмутся, как только установят контейнерные площадки. Пять площадок появятся на острове Проран, семь на Зелененьком. Всего на правом берегу Волги установят 24 мусорные площадки. Плюс 18 бункеров-накопителей на левом берегу рек Волга, Самара, Татьянка. С периодичностью 2-3 раза в неделю осуществляется вывоз отходов. Понятно, что пик будет, наверное, в самый жаркий месяц, это июль, по всей видимости. И здесь периодичность по возможности мы, соответственно, увеличим. На каждой такой площадке 12 мусорных контейнеров. Монтируется она быстро, минут за 15. В излюбленных местах отдыха горожан мусорные площадки устанавливают с 2009 года. Как показывает практика прошлых лет, люди приветствуют, во-первых, это создание здесь площадок, и мусор вносится на площадки. Меньше мусора кидается на территории островов. Кроме того, турбазы на островах заключают договоры на вывоз мусора. Эту работу контролируют районные администрации, ГАТИ и инспекторы управления охраны окружающей среды, Департаменты городского хозяйства и экологии. Контейнерные площадки и бункеры-накопители на берегах Волги, Самары и Татьянки простоят до конца сентября, после чего отправятся на зимнее хранение. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.